Впервые за 40 лет альпинисты Якутии покорили пик победы. Экспедиция на самую высокую точку в республике длилась 25 дней. Участие приняли 17 экстремалов из Якутии и городов России. Все подробности у нашего корреспондента Саргуланы Захаровой. Две недели в пути, седние в горах и желанная высота покорена. Альпинисты поздравляют друг друга с успешным восхождением традиционной фразы «с горой». С горой, пацаны, всех. Уже можно. Но долгожданному событию предшествовал трудный путь через тайгу по болотам, бездорожью и горным речкам. Изначально запланированные 11 дней в горах пришлось сократить до недели. Порядка шести дней на Урале, двух дня по болотам. Затем заброска непосредственно людьми. Челночили, несколько дней потратили на то, чтобы перенести груз в базовый лагерь. Сложная транспортная логистика – одна из причин, почему альпинизм не так развит в республике, как в других регионах страны. Например, в Алтайском крае только на одном хребте существует более 100 альпмаршрутов, а на территории всей Якутии их всего пять. Но после экспедиции на Победу этот список пополнит еще три маршрута. К слову, проложить их так же, как и добраться до места – задача не из легких. На обоих маршрутах, которые мы проходили, у нас было такое, что у нас был туман. То есть это плохое видение. Но это, в принципе, в горах не так страшно. За счет того, что это впервые, мы не знаем маршрутов, как, допустим, в других горах. То есть, когда ты ходишь на несколько раз маршрут, ты его знаешь. Тут мы вообще его не знаем. Мы впервые на этом гельефе, и это заставляло небольшую сложность. Поэтому, потому что были первопроходы, тоже в такую же погоду. Наравне с крепкими мужчинами и альпинистами бескрайние горы Хребточерского покоряла и девушка. Елена Цой уже не первый год занимается туризмом, но в такого рода экспедиции участвует впервые. Однако, как она признается, предложение одной из первых пройти новые маршруты приняла без колебания. Был ли страх? Страха не было, так как есть хоть какой-то опыт пеших походов и так далее. И вообще экспедиция обещала быть просто очень интересной. И ни о чем не жалею. Виды просто великолепные. Ландшафты менялись каждый день. Вот мы идем по леднику, по снегу, потом мы идем, вот зелень, озера, трава, ручьи. Идем дальше, там уже горы, затянутые туманом. Просто непередаваемые виды и ощущения. Стоит отметить еще одно большое достижение экспедиции – первовосхождение на безымянную вершину хребта Черского высотой более 2000 метров. Его в честь юбилея автономии республики альпинисты предложили назвать пик столетия ЕССР. Серглана Захарова, Джуль Березкин, Дмитрий Санаев, НВК Саха, Якутск.